Здравствуйте! Пожалуй, одним из первых предметов, изготовленных человеком, было оружие. И сегодня мы поговорим именно о нем. Наша республика всегда славилась своим оружием. Местные мастера снабжали им не только страну гор, но и соседние регионы. Так что Дагестан был своеобразным оружейным цехом Кавказа. Как и другие кавказские земли, наша республика испытала немало иноземных нашествий. В V-VII веках наши предки боролись и весьма успешно против агрессии сасанитского Ирана. С середины VII века началась арабская экспансия. И персы, и арабы отмечали высокий уровень оружейного дела у дагестанских народов. Первые письменные документы, свидетельствующие это, относятся к X веку, когда арабский географ Масудни сообщает о царстве Зерих-Диран, то есть о Кубачах. В XII веке другой арабский путешественник Абу-Хамид Аль-Гарнати пишет о Кубачах и Амузгине. Жители двух аулов, называемые Зерих-Диран, изготавляют все виды оружия. Панцири, латы, шлемы, мечей, копья, луки, стрелы, кинжалы. Изготавливалось оружие и в других местностях Дагестана. По данным арабского космографа XIII века Аль-Казрини, жители рутульского селения Шинас были искусствовать в изготовлении панцирей и других видов оружия. Вообще оружейники Дагестана славились своим мастерством. Они оказали большое влияние на оружейное и серебряное дело других народов Кавказа. А занимаясь отходом, донесли свое искусство до городов и селений не только Северного Кавказа и Закавказья, но и Южной России, а также Средней Азии. Традиционное дагестанское холодное оружие представлено кинжалами, шашками и саблями. Последние испытали сильное влияние иранского оружия. Сходство заключается не только в форме и размере клинка, но и в приборе рукояти и в ножнах. Часто клинки украшены картушами от одного до десяти, с надписями на арабском и персидском, а иногда и на местных языках, содержащими цитаты из Корана, разнообразные изречения и так далее. Иногда поверхность клинка сплошь покрыта надписями, выполненными травлением. В некоторых случаях на клинках изображались и человеческие фигуры. Дагестанские шашки появились под влиянием черкесских, но у нас они не вытеснили сабли, а бытовали наряду с ними. Причем в Дагестане изготавливались шашки как кавказского, так и азиатского типов. Кавказский предполагал погружение рукояти в специально расширенные устья ножен. В азиатском образце рукоять не утапливалась, а соединялась с ножнами встык. Что касается дагестанских кинжалов, то они по праву считались лучшими на Кавказе. Высоко ценились они и за его пределами, как за изящество самой конструкции, так и за выдающееся мастерство художественного исполнения. Кроме того, они имеют исключительно благоприятное соотношение длины клинка к его ширине и к рукояти. Самый маленький матушка, до 30 сантиметров от русского слова матушка. Почему? Потому что после Кавказских войн были много заказов от казачества, не знали, как назвать. Первое русское слово кто говорит? Город Чузнам, это матушка. Потом был мусакхай, тремя канавками, извиняющиеся. Потом ярмала, значит, металлическая ручка темности. Потом двумя канавками, потом тремя канавками. Потом были гавары, булатные. Булатные несколько сортов было. И самый большой был хакала. Значит, где-то длина 65-75 сантиметров, как меч. И ширина где-то около 5 сантиметров. Главным и самым известным центром клиночного производства был аул Амузгинь. Мы никогда ничем другим не занимались. Ни торговлей, ни земледелием. Мы всегда делали только клинки. Оттого и достигли таких результатов. Говорили старые амузгинские мастера. Особо ценились местные булатные клинки, технологии изготовления которых, насчитывающие 13 стадий обработки, почти идентичны технологии изготовления самурайского булатного оружия. Видимо, и японские, и амузгинские кузнецы шли одним путем. А возможно, обе технологии имеют общие корни. Наша технология самая построена на сварке металла силой огня. Не сварке металла силой ковки. Вы сами видели, сила удара очень небольшая, надо ударить. Принцип такой, так, когда, куда и как ударить. Вот на этих трех принципах строится самая ковка амузгинская булатка. Если металл не будет достаточно нагрето, будет перепад температуры, значит, где-то одна пластинка или одна проволока не сварится. А как вот ты это определяешь? По каким-то внешним признакам? Нет, ну, короче, во время ковки, визуально, когда металл вытаскиваешь с горну, она должна быть в состоянии самой плавления поверхностной. И сила удара. Когда бьешь, уже пальцами чувствуешь, как у нас говорят, молоток липнется к металлу. Если молоток не будет липнуться к металлу, значит, металл ковки не готов, она или испортится, или не сварится. То есть все это надо вот прочувствовать? Да, именно, только внутреннее чувство мастера дает такую возможность. Производством оружия занимались и в других местах. Так, высокий спрос был на казанищинские клинки. Особенно славились дед и внук Базалая. Дед Улу Базалай, родившийся в 60-х годах 18 века, был родом из Сагратля. Он изготавливал и холодное, и огнестрельное оружие, но прославился своими клинками. Его внук и тезка был известен не менее деда. Дагестанское оружие славилось не только своими боевыми качествами, но и великолепной отделкой. Самым крупным центром по производству художественного украшенного оружия был кубачей. Здесь выделывали как холодное, так и огнестрельное оружие. Ружья и пистолеты кубачинцы делали в кооперации с мастерами Харбука, которые изготавливали стволы. В кубачах же делались замки, шла окончательная сборка и художественная отделка. Кубачинско-харбукские ружья и пистолеты в 18-м начале 19-го века пользовались большой популярностью за свои боевые качества и художественную ценность. Но после Кавказской войны их боевые достоинства стали быстро падать, и они все больше превращаются в парадно-декоративные. Ну а что касается клинкового оружия, то оно по-прежнему очень высоко ценилось. За шашки и сабли, вышедшие из под рук кубачинских мастеров, платили от 200 до 300 рублей, а за кинжалы в среднем по 100 рублей. С 1851 года кубачинцы начинают выставлять свои изделия на международных выставках. Впервые это произошло в Лондоне, причем их участие не оставалось незамеченным. Так Гаджа Абдулла Ибрагим Агуин за свое участие в выставках получил 7 золотых и 11 серебряных медалей. У лахцев главным центром оружейного дела был Казик Умух. Здесь отделывали оружие, а клинки ковали в Хая и Курклин. Правда, они не так высоко ценились, как Амузбинский и Казанищинский. Что касается орнамента, которым казикумовцы украшали свое оружие, то он во многом схож с кубачинским. Только лахским мастерам присуща некоторая свобода в обращении с отдельными элементами орнамента, более смелое нарушение традиционного построения. Из аварских оружейных центров крупнейшими были Гацаталь и Унцуколь. Оправлялось оружие и в Сагратли. Для аварского орнамента характерна некоторая строгость и лаконичность. Он не такой насыщенный, как лакский и кубачинский. Если же говорить о мастерах, то самым известным в конце 19-го – начале 20-го века был Чаландар из Гамсудля, чьи изделия ценились очень высоко. После окончания Кавказской войны многие дагестанские оружейники в поисках заработка начали заниматься отходом. Некоторые из них оседали в Баку, Тифлисе, Нальчике и особенно во Владикавказе, где в начале 20-го века работало более 300 дагестанских оружейников, которые даже открывали здесь мастерские. Самые крупные принадлежали Осману Амарову из Казикумуха, на которого работало 20 человек, и его односельчанину Гузону Гузонову, в мастерской которого трудилось 30 оружейников. 20-й век чуть было не поставил крест на дагестанском холодном оружии. Во всяком случае, его производство заметно сократилось. Оно сохранилось как сувенирное только в Кубачах и Гацатле. Правда, конец 20-го века характеризуется очередным всплеском популярности на дагестанское клинковое оружие. Его производство увеличивается, и даже открываются новые предприятия. Производственное предприятие «Кизляр». Сегодня это, пожалуй, самый крупный в стране производитель холодного оружия, причем одного из лучших в России. Предприятие существует с 1992 года, но известность получила в 1999-м, когда смогло выполнить заказ Путина на производство большой партии наградного оружия, от которого из-за ограниченности сроков отказались все российские предприятия. «Кизлярцы» залезли за работу и с успехом ее выполнили. Путинский заказ прибавил очков предприятию. Впрочем, и сами «Кизлярцы» много делают для поднятия своего престижа. Идет постоянная работа над увеличением ассортимента выпускаемой продукции. Сегодня здесь изготавливают 100 образцов базовых клинковых изделий, не около 200 их вариантов. Выпускается много авторских ювелирно украшенных образцов. Надо сказать, что все модели изготавливаются вручную, с применением традиций дагестанских оружейников прошлого века. Кроме того, уже год как кизлярцы начали производить клинки из дамасской стали собственного производства. Продолжение следует... Продолжение следует... Своё высочайшее мастерство дагестанские оружейники доказывали не раз. И в прошлом, и в наши дни. Нашу республику, как и раньше, прославляют кубачинские и гацатлинские мастера, потомственный кузнец из Амузги Гаджи Курбан Кадеев, ну и, конечно, кизлярцы, которым их всероссийский международный успех не скружил голову. Они считают, что им есть ещё над чем работать. Остановить утерянные дагестанские технологии, допустим, насечки по металлу, насечка по серебру, насечка по стали и так далее. Вот в планах это. В планах возродить определённые методы обработки стали и так далее, обработки серебра, которые потеряны в Дагестане. То есть потихоньку восстанавливают именно то, что подзабыли, скажем, дагестанские мастера, в Дагестане подзабыли технологии. Наверное, не встретишь человека, равнодушного к холодному оружию. Есть что-то магическое в завораживающем блеске клинка. И если этот клинок несёт смерть, то виноват не он, а тот, в чьих руках он находится. Расул Гамзатов сказал, «Приняв кинжал, запомни для начала, нет места лучше ножен для кинжала». По-моему, к этому нечего добавить. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ